Выпадет фонное, чтобы можно было заменить. Одного роста. Боксеры, как вы поняли, одного веса, 500 граммов, всего разница. Посмотрели внимательно друг на друга. Еще раз скажу, они прекрасно знают друг друга. Последнее наставление у Ходиатласа. Такой завод, что ли. А психолог вон великий, да? Да. Все прекрасно выполните в бою с Егаевым. После пятого раунда Ходиатлас нашел такие слова, что Саша просто воспрял, вышел и создал тот решающий перелом в бою. Осторожнейший Александр. Так слегка не похож на себя. Посмотрим, первые секунды боя. Босу тоже не рвется. Я заметил все-таки большое волнение на лице Александра. Когда он даже выходил, шел к рингу. Мне показалось, что он не своей тарелкой. Ну, вот, первая атака. Неплохо уже. Да, очень хорош Босу в свои 42 года. Пожалуй, тяжеловесов именно темнокожих, американских, из именно этих боксеров, он один из самых лучших остался. Ну, его земляк Холифилд, который продолжает еще Босу. Я уверен, они спарринговали друг с другом, это естественно. Кто, Босу с Холифилд? Ну, да. Можно русск. Левый подсказывает на русском языке. Скорее всего, это секундант. Это переводчик, который постоянно работает с ними. И на сборах, и на тренировках. Не, ну, что говорить. Все-таки опытный боксер Босу. Хотя не так уж много он за свою карьеру провел боев. А, извините, плюс 36, это довольно-таки нормально. И плюс 36, но, не забывайте, за 17 лет. 18-летний, это пусть не самые яркие боксеры были. С тех, кем он боксировал, но, наверное, он тренировался с... Да нет, ну, он... С полифильдом, с другими яркими звездами. Конечно, опыт у него большой. И то, что он был приглашен именно на спарринги с Сашей, тоже готово приговорил. Это пора начинать, Александр. Зрители думают то же самое. Вы слышите реакцию зала. Ну, да. Раунд будет... Надо провести концовку, чтобы хоть как-то себя обозначить перед судьями, которые считают очки. Ну, были две атаки, Александр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И macam права, я могу пройти его с тех наnimп ceremonем. Наверное, надо провести себя с таким, противопедатом. Потому что он... Экиплите,edom река. Белые две стидиции до на застой жертвы. Упорство healthcare. Говорим другом... К quieterе место. В последнее нед голоса жертвы по сути. Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тедди Атлас продолжает требовать от своего подопечного больше действий. Точнее, он говорит, вот после уклона вправо или влево сразу бросает два джеба. Это уже, он говорил, и перед вторым раундом тоже. Мне кажется, такие вещи сейчас не доходят до Александра. Ему нужно просто объяснять, что нужно больше ударов, и все. Ну, Тедди Атлас об этом тоже говорил. Именно такие точечные, они сейчас, их сложно понять или выполнить, воплотить, что ли, в действие. Нужно просто понять одно, что нужно больше атаковать. Все, все Александра может. Надо начать, надо стартануть. Поехали. Покатить тележку, а дальше она раскатится так, что не остановить. Ну, Боссов говорит, что Александр черешов низко. Опустит голову, пошел на него. Поэтому он был вынужден. Ну, я заметил в конце второго раунда, они ударились головами. Ну, слава богу, нету рассечения ни у того, ни другого. Да, правда, середина третьего раунда, нужно уже начинать что-то делать. Неплохой уклон, но неожиданно сблизились обо боксера. Вообще, и как-то другой знают друг друга. Какой смысл здесь делать разведку, а здесь столько дней даже... Ну, это даже не разведка. Провели на сборах вместе. Тогда, когда Саша спарринговал с Боссовеллом, поездка не была не лучшая физическая ферма. Ко-коррес какой-то правской, как раз. И только восстанавливался после заведения. Ну и что, я думаю, после он не почувствовал тогда в полной мере Поветкина. Побеждать достаточно знать его... И потом это бой был перед боем с Орухом, с таким Орухом. Много воды уцепло уже с тех пор. И Поветкин стал другим за это время. Ну, видно, что Боссов избегает боя. Избегает. Ему, как бы, не нужен такой откровенный бой, как бы и возрастный тот. Не солидно уже просто драться в этом возрасте. Но это должен планировать Александр. Не, ну что значит не солидно драться? Мы знаем более возрастных боксеров, которых не знаем. Ну, по-какому, тот же Хопкинс. Только что Терри Атлас сказал Саже Поветкину. Ты чемпион мира. Ты защищаешь свой титул. Но ты стал чемпионом вчера. Сегодня ты должен снова доказать, что ты сильнейший. Ты снова должен стать чемпионом мира. Не забывай об этом. Дерись. Иди вперед. Ну, психолог велик, конечно. Да. Говорить в точку. Тут не нужно объяснять, именно какой удар навести. Боксер сам выберет. Да, тут надо его завести психологически. И Терри Атлас это великолепно умеет делать. Четвертый раунд. Нету начала атаки. Старта вот такого. Вот. Вот это нужно. Нет-нет, это он уходил после нырков. Кстати, прекрасно, как он здорово в лучшей ситуации. И если бы он не упал, он мог бы только два очка дать за это. Потому что он так прекрасно ушел от этой атаки. Ну, вы знаете, у меня вот сейчас складывается ощущение, что если Саша сейчас начнет прибавлять, а он обязан это сделать, я уверен, что сделает, сразу начнется, значит, мы заметим разницу в классе. Босс, наконец-то, ему выгодно вот так вот боксер. Я даже не понимаю, сейчас кто побеждает. Вроде бы поверьте активнее. Побеждает по активнее. Вроде бы активнее, но он же мало-маловоу с Кузаром. Два-три раза попал. Ну, неважно, тот вообще не бил. Последний минус четвертого раунда. Все ждут от Поветкина штурма. Решающих действий. Никак не начнет, посмотрите. Где этот двойной джеб, который просит все время Тодиатус? Как раз вот этим двойным джебом не можно подойти. Одним ударом не хватает. Одним ударом не хватает. А если их будет два, а потом за этим вторым джебом еще будет какая-то атака, там будет все уже понятно. Слишком дистанция неожиданно быстро сокращается, разрывается. Боя как такового нет. Нужно просто или запирать в угол, лучше всего этого делать, или просто постоянно идти вперед с ударами. Сил-то не растрачено. Уже заканчивается четвертый раунд. Это одна треть поединка. Сил-то дополная еще. Немножко скован Александр. Никак не может расслабиться. Да, действительно скованность чувствуется. Ну, вы знаете, вот это психология, защита титула. Первый раз ему очень хочется расчистить этот титул. Отсюда и скованность. И слив-то дополнение. Я не вижу, что он не вкладывает. Спасибо. Послушай, мы вот так вот ради этого тренировались. Вы тренировались на стороне Добрия Деба. Вы нужны два Деба, чтобы поднять его поближе. Кстати, такие ситуации наблюдаются часто и у других боксеров. Ты завоевал титул, ты шел к нему очень долго. Вот ты достиг этой вершины, и ты должен его удержать. И даже не столько важно, сколько твой соперник. Но вот это само чувство, что а вдруг ты потеряешь вот то, с чему ты так долго стремился, это, конечно, сковывает очень здорово психологически. И очень многие боксеры вот свою первую защиту проводят вот именно не на самом своем высшем уровне. Да, интересно, что сейчас подсказал Тедиатлас Александру. Александру. Ну, хоть что можно подсказать. И сейчас ему можно только поменять, переключить, вернее, мысли. Чтобы он думал по-другому и начинал атаку по-другому. Самое главное для него сейчас начать атаку правильно, чтобы потом было продолжение. Вот и все. Слишком мало начальных действий. Уклонов, нырков, хинтов. Легких-легких джебов таких. Их должно быть очень много. Вы слышите, опять кричат из угла. Два джеба. А лучше три. Да, если Саша хочет выйти на бой с Владимиром Кличко, бой, который очень-то все признают неизбежным, то против вот того джеба, которым владеет Владимир Кличко, там будет очень сложно. Будет очень сложно. Но в таких боях он должен отрабатывать свой уровень, свое мастерство. Во-первых, однозначно бой пройдет на чужой территории. Там будет еще сложнее. Так вот, сейчас он на нейтральной территории. И он должен быть расслаблен. Он, как бы ни у себя... Но еще раз говорю, вот эта первая защита накладывает вот такой психологический отпечаток на многих боксеров. Вспомните защиту Дмитрия Пирога в прошлом году. Ну, не в прошлом году, а в начале этого года. Тоже все сдали от него гораздо большую бульяку. Ну, наконец, взорвался Саша. Вот это нужно было делать раньше. И чем больше он это будет делать, тем ближе будет победа. Причем, я надеюсь, победа досрочная. Не подумайте, что я такой кровожадный. Просто мне хочется, чтобы... Нет, не все предпосылки для этого есть. Конечно. Как по-другому он дышит. Какую-то мертвую точку он сейчас проходит. Примерно как в пятом и шестом раунде Чагаеву. Да, опять-таки, надо сейчас найти какие-то супер важные слова Феодиатусу. Примерно как в пятом и шестом раунде. Смотрим замедленный повтор того, что было в минувшем раунде. Вот атака Саши. Но этих атак должно быть, конечно, больше. Гораздо больше. Но все еще впереди будет длинный 12 раундов. Хотя определенная скованность и зажатость в действиях Саши проглядывает, безусловно. Шестой раунд. Бой приближается к середине. Ну, наверное, сейчас Поветкин побеждает. Но не нравится мне почему-то, как он или планирует, или распланировал свою тактику, или не может сделать самого главного. Ну, планировали они вместе с тренером, безусловно. Но, возможно, они оставляли полубоя в таком спокойном, а вторую половину боя Штурм, возможно, да? Может быть, но все равно мы слышали претензии Атласа к своему ученику. Ведь это было. Ну, опять-таки, надо отметить хорошую физическую форму американца, да? Да, в него-то годы. Он более расслаблен. А ему что терять? Он, может быть, не рвется, не рвется. А, ну, он титул не теряет, конечно. Он не рвется прямо вот так вот в атаку, да? Но он все видит, все чувствует. Он все успевает. Как всегда, даже пусть будет это свободная защита, а чемпионские бои не самые сложные. Завоевать титул тяжело, а вот защитить его очень тяжело. Боязнь потери в первом бою, она всегда существует. От этого никуда не денешься. Да, намного длиннее руки у американского Максвера. Ну, немного. Гораздо длиннее. Да. Мы ждем, Александр. Мы ждем начала серьезных действий. 15 сантиметров в первую руку. Ощутимо. Ну, вот, вот, да? Ну, вот, пошли удары и пошли попадания. Крича! В первую руку! Присоет! Длиннее. Встретим, торожит! Длиннее. Не дай егоmatекать! Не дай его chipset! Он уже пострелился! Встретил! Встретил! Дай! Встретили! на самом деле потеряла равновесие туда кажется потерял уходя назад вот-вот-вот не слежать темп продолжать просто прошел на счету здраво 10 секунд все впереди но вот что-то уже легко напоминает предыдущего по ветки на на исландов по паралеру он немножко ты надаешь не украшал юси ты видишь он немного у тебя есть преимущество дави на него дави на него половина боя позади мы видим замедленные повторы шестого раунда наверное он самый интересный самый динамичный вот удар который пропустил и немножко заболтался боссу иди вперед дави на него советую среди от вас все правильно говорит потому что нужно давить атаковать сломается просто американец если на него идти жестко штурмом прям вот осталось половина поединка шесть раундов и сейчас надо начинать конечно если сейчас сейчас можно начать и сейчас можно закончить я уверен он и двух минут не продержится если атаковать обеих руки очень много здесь вперед дави и не давай ему обхватывать тебя и облокачиваться я сказал все равно мало честно вам скажу не узнаю александра вы знаете вот в прошлом бою мы видели да те плюсы которые дал ему тэди атос он начал качать маятник он начал финтить больше да нашу зажат поскорить а сейчас на церковь зажат прямой и такими вот финтами ну надо во первых как-то фунтить раскачивать свою туши и вот это было у него боюсь и да и рано или поздно появится момент чтобы из этой удобной ситуации справа или слева атаковать а а если стоять просто так и при пропускать джебе ну ничего не будет и сам не подойдет еще ударов не пропускает я не понимаю чем это связано но сейчас неплохое попадание слева сбоку ну да ну на мой взгляд так и в лучшей форме сейчас почему-то ну вот еще еще ослалился не надо бы ослаливаться вообще хорошо ну а еще еще продолжать продолжать минута боя еще в этом раунде еще как только начались удары все растерялся и подпятился бы конечно посыпался по стрипку с все мало мало все равно мало большие паузы между ударами и сериями а потом не хватает одного двух ударов догонки это спасает риску предположить андрей что к этому бою он не так готов физически как предыдущему функционально может быть может быть не такой мощный длительный сбор правил но сейчас неплохо на всегда надо заканчивать было прямо сейчас нужно закончить не останавливаться только не не останавливаться вот это была концовка раунда великолепно великолепно собрал силу саша и наконец пошел вперед так как от него все ждали да немножко надавить на этого босс его и все он уже сломался посмотрите консультация держи на уровне глубокий вдох надо было по корпусу там бить не торопись спокойно выверено бей по корпусу хорошие удары по корпусу вы слышите все прекрасно уважаемы телезрители отличный психолог мы еще переводчик тоже молодец он переводится и доводить до Александра все правильно Самое главное, что лишних слов нет никакого. Все четко и понятно. Ну, зрителям понравилась концовка седьмого раунда. Они требуют продолжения банкета. Ну, что я считаю, этот пик, эту мертвую яму, Александр уже прошел. Была хорошая концовка седьмого раунда. Сейчас нужно просто продолжать, развивать успех. Ведь он реально видел, что боксер растерялся просто. Особенно в углу, когда его, мягко говоря, избивали. Опасно для того и для другого. Вот неплохо достал сейчас левым. Ну, дальше. Середина восьмого раунда. Сил еще очень много. Не потрачено. Босфилл, конечно, тоже. Несмотря на то, что уровень его соперников был не очень высок. Ну, такой, прямо скажем, средний. Но проигрывать-то он не привык. Всего одно поражение в карьере за 17 лет. Да, шум такой стоит. И больше всего шум от секундантов. С двух сторон, как часто сказывают. Опасно, опасно было. Сейчас уже плохо сейчас рвет темп боя. Знаете, Саша, он там как-то начинает атаковать тот момент, когда Саша Ферлик уже перестает ждать его вот так, как мне кажется. В две трети боя Босфилл уже проиграл. Нет, ну, ну, слово. Желание нокаутировать у него я не вижу. Ему все больше пропускают себе ударом. Вот сейчас последние 20 секунд. Очень важный момент. Надо было раньше это делать, надо было раньше это делать. Отлично. Нокаут, господа. Похоже, да. А почему раньше? Все сделал правильно. Семь, восемь, девять, девять. Отлично. Вот такая яркая, точная концовка. Глубокий нокаут, очень сильный нокаут. Врача нужно позвать. Да. Вы были абсолютно правы. Как только пошли решительные действия, Босфилл рассыпался. Ну, вот он вцепился в него, не отпустил, и бой закончился. Я, вот честно говоря, я и думаю, что все ждали только этого. Ну, он ждал, когда еще Босфилл подустанет Босфилл соперник. Знаете, что может наверняка это сделать. Что-то продолжает говорить Тодиатус с вами по-допечному. А мы смотрим за медленный повтор. Ну, вот эта серия ударов, конечно, снизу, сбоку, прямых. Очень много пропустил. И все, теперь он уже не защищается. Опущенные руки. И вот он. Главный удар. Такой короткий, правый, сухой, в общем, боковой удар. Вот сейчас с этой стороны будет видно много лучше с этой камеры. Посмотрите. Пауза, прицелился, и точно, точно попадали. Да, пауза, прицелился. Ну, в самом деле, уже был готов, как говорится, к этому моменту. Наши болельщики, которых немало в этом зале, специально приехали. Благо, ехать-то недалеко на этот поединок. Тяжелее, что на кау. Ну, что ж, чего ждали от Саши, он это все-таки и сделал. Что ж, поздравляем с яркой досрочной победой и защитой, с первой защитой своего титула, чемпионом мира Александра. А каково, да, Андрей, первый раз за длинную карьеру? Я имею в виду Босфера. За 17 лет, за такое количество боев, побывать первый раз на карьеру. 42 года. Это, наверное, очень тяжело. И по-прежнему чемпион версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин. И пояс, который вынес в ринг перед боем его брак, снова возвращается к его обладателю. Отец-сын Заврланды здесь же на ринге приветствует своего боксера. Я напоминаю, Александр Поветкин на контракте у этой промоутерской компании. Ну что ж, хорошая, красивая концовка. А сейчас будет интервью. Спасибо.